Добрый вечер! В эфире Акьярская студия Телерадио Вещания. Выпуск новостей. С последними событиями из жизни района вас ознакомят наши корреспонденты. В студии с вами я, Гульгина Сербаева. Чернобыль. Больше четверти века назад, в апреле 1986 года, это страшное слово прозвучало на всю планету, возвестив миру о самой масштабной техногенной катастрофе 20 века – взрыве на Чернобыльской атомной электростанции, унесшем жизни десятков тысяч людей. Жертвуя собой, тысячи наших соотечественников приняли участие в ликвидации последствий аварии. Есть такие герои и на нашей Хайбуллинской земле. В субботу, 6 августа, в Большом зале администрации состоялось вручение памятных медалей ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня в нашем районе проживает 10 ликвидаторов этой страшной катастрофы. Каждый из них внес свой вклад в дело борьбы с последствиями аварии, рискуя своей жизнью и здоровьем. Отдать дань уважения героям собралось много гостей. Есть уважаемые люди, которые в силу своего желания, в силу того, что судьба их в этот момент туда забросила, находились на ликвидации Чернобыльской катастрофы. А этих людей, как правило, стараются забыть, что я считаю неверным. Я считаю, что люди в молодые годы помогли стране избежать от этого хаоса. После слов приветствия и благодарности Рустам Харунин вручил медали героям. К сожалению, два участника не смогли присутствовать на мероприятии по состоянию здоровья. Несмотря на все сложности, проблемы, герои сохранили бодрость духа, оптимизм, стойкость. И, как подобает настоящим героям, были немногословны и скромны. Я рад, что нас не забыли, хотя бы четверть века вот прошло. Но, ребята, видите, бодрые. Хочу полного президента, в основном Хармеда, и глава администрации, в основном Харюнин. За то, что в этот момент нашли время с нами пообщаться, влечить медали. Каждый выполнял свой долг. Более четверти века прошло после этой страшной катастрофы. Однако в душе участников этих событий память о том времени навсегда останется незаживающей раной. То, что видели, наверное, двух никого не знаю. Никому. 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 В образовательных учреждениях района вовсю готовятся к новому учебному году. Ремонт в некоторых школах в самом разгаре. Ивановская средняя школа за 49 лет своего существования пережила многое, а вот капитального ремонта еще не видела. Наконец, приступили. Как проходит реконструкция, поинтересовалась наша съемочная группа. Выпустили 9 учеников с 11 класса. Они без провала все успешно сдали экзамены, единые государственные экзамены. Почти 50-55% сегодня поступили учиться в вузы, в СУЗы. Все они вроде оттуда устроены. Было 4 медалиста серебряных. Они тоже обучаются в разных вузах нашей республики. Ивановская школа, в которой обучаются еще и дети с Михайловки, Пугачевки и Акташево, действительно мало напоминает современные учебные заведения. Глядя на эти стены, учителя и педагоги вспоминают свои школьные годы. Ведь открыли ее еще в 62-м. Поэтому о необходимости капитального ремонта говорить даже не приходится. И вот, наконец, после окончания учебного года здесь застучали молодцы. Наша школа построена в 1962 году. На следующий год будет у нас золотой юбилей. Конечно, в течение 50 лет таких крупных ремонтных работ в нашей школе не проводилось. Конечно, все устарело, все сыплется. Этот ремонт мы дали не первый год. Каждый год обещали. Но в этом году новая администрация района, конкретно с весны, сказала, что будет капитальный ремонт и готовится. Действительно, сегодня вот этот ремонт начался. Ремонт ведет компания о стройстандарт. Ребята вроде серьезные, работу выполняют качественно. То, что намечено, они говорят, успеем до 1 сентября. Косметический ремонт в Ивановской школе делали неоднократно. А вот капитального ремонта за свои без малого 49 лет здание не видело ни разу. Кровля, которая протекала, трещина в стенах – это далеко не полный список сюрпризов, которые преподносило здание в последние годы. Ну а теперь, после капитального ремонта, старую крышу заменит новая, из металлочерепицы. Обновят и фасад сайдинга. Ну а старые деревянные окна заменят новые пластиковые. В данный момент сейчас у нас идет уже шпаклевка. Штука только почти заканчивала. Начинаем шпаклевку. После шпаклевки поле будем разбирать, постелить новые. И крышу и так далее. Объем работы почти где-то 40% выполнен. Убрали старую штукатурку, вот заштукатурили и шпаклюем. Первый этаж почти готов. На ремонт этой школы из республиканского бюджета выделено более 25 миллионов рублей. По планам до 1 сентября. Но по объему работ, скорее всего, до октября в Иванской школе и краска всюду высохнет, и теплый туалет для школьников появится. А главное – отреставрировать спортивный зал и кабинеты. Одним словом, здесь делал все необходимое, чтобы дети учились в хороших условиях. И самое главное – чтобы было безопасно и комфортно. До начала нового учебного года меньше месяца. Но строители уверяют, что успеют за это время привезти в порядок школу. Тем не менее, для страховки решено подготовить пустующее здание всесовета, чтобы в случае заминки более 100 учеников в любом случае смогли в День знаний сесть за парты. Фаниля Баширова, Вильдан Алчинов, Русдами Монголов, Служба новостей. Руководство республики делает все необходимое, чтобы жителям республики, в том числе и нашего района, жилось лучше. Именно поэтому правительству много внимания уделяется жилищной проблеме. В районе большими темпами ведется строительство социально значимых объектов и индивидуального жилья. В качестве примера можно назвать строительство многоэтажных домов в селе Акьяр, завершение которого планируют ко второму кварталу 2012 года. Строительство трехэтажного дома ведет организация «Стройкомплект-сервис», основным направлением деятельности которой является строительство жилых домов в Акьяре для продажи. По словам строителей, на сегодняшний день заложен фундамент и приступили к строительству первого этажа. Мы закладывали дом в Новоаурске. Облицовка, керамический кирпич облицовочный, забутовка керамзитоблок, и перекрытие железобетонных изделий. То бишь по всем гостам, которые должны было быть. Утепление, минплита, то бишь по нормам новым СНИПам все проходит. Стоимость ориентировочно 25-26 тысяч квадратных метров. Это сегодня? На сегодняшний момент. Нет, мы сейчас заключаем договора с людьми, которые уже желают приобрести жилье. Договор долевого участия, где конкретно прописываются сроки сдачи дома и стоимость. То бишь цена фиксируется. Каждый человек нуждается в любви, заботе, понимании и поддержке. Каждый хочет, чтобы с ними были близкие и родные люди, согревающие теплом своего сердца. Тем временем рядом с нами живут малыши, которые лишены родительского тепла. В минувшие выходные в парке культуры и отдыха прошла благотворительная акция, посвященная детям-сиротам «Подари улыбку детям». 6 августа в парке культуры и отдыха прошла благотворительная акция «Подари улыбку детям». В этой акции приняли участие дети из социального приюта села Океар. Инициаторы и организаторы акции – районный дом культуры и индивидуальный предприниматель Ильдар Галямов. В программу было включено прокат на квадроциклах. Ребята катались с удовольствием. Помимо этого, ребят угостили праздничным угощением, которое было приготовлено в юрте. Они лакомились сладостями. Для них были предоставлены соки, различные конфеты и мороженые. 6 августа 2011 года в парк культуры и отдыха прошла благотворительная акция «Подари улыбку детям». В этой акции приняли участие социальный приют для детей и подростков. Для ребят в программе было включено прокат на квадроциклах. Ребята с удовольствием катались. Удивительно, маленький трехлетний ребенок справлялся с управлением. Удивительно, прекрасное чудо произошло для детей. После проката на квадроциклах ребята отправились в юрту, которая находится в парке культуры и отдыха. Это и Байгабулова. Они лакомились сладостями. Для них были предоставлены соки, различные пирожные, конфеты и мороженое. Сладкие призы и большой эмоциональный заряд для души никого не оставили равнодушными. Дебятишки от всей души веселились и развлекались. На их лице были счастливые улыбки. А это и есть самая лучшая награда для всех. Район Меденея-Тюрту, Шеф-кат-Велик, Сараха-Уткер, Усен-Белдин Балаларды, Бина Ушин-Ба Сакырды. Балалар бит куану киндилер. Мертапкессия, ештеги балаларды алыб киндик. Балалардын шултиклум и ги северуману куанусынан. Улар таягала Ушин-Ба Кибирге. Карариттилер и кинсиунула. Задача нашей акции подарит детям праздник. Ведь именно в детстве так важны впечатления, которые останутся с ними на всю жизнь, говорит предприниматель Ильдар Галямов. 6 суббота была проведена благотворительная акция совместно с районом Дома культуры. Детскому приюту была предоставлена бесплатная мороженая, соки, пирожные. Дили Баширова, Вилдан Алченов, Рустам и Монголов. Служба новостей. На этом выпуск новостей завершен, а я с вами прощаюсь. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова